здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор сегодня мы разберем настасью самбурскую честно говоря она меня просто покорила своей искренностью на этом интервью у надежды стрелец и давайте разбираться во всем но в первую очередь конечно то что растопило можно сказать мое сердце я включу сейчас вот эти фрагменты и пока вы собираетесь кстати это будет в записи я к сожалению не смогу отвечать на ваши вопросы в чате но можете в комментариях потом писать свои вопросы я комментарии читаю поэтому пожалуйста свое мнение тоже высказывайте сейчас можете в чате можете потом в комментарии когда уже премьера закончится ну давайте начнем разбирать анастасию самбурскую и первым фрагментом я поставила ее вот эти грустные высказывания которые вот давайте посмотрим на эмоцию грусти и что сопровождает обычно эту эмоцию у человека который привык показывать знаете такую маску воина до маска воина она несет ее на себе всю свою жизнь и никогда не показывает свои слабости давайте посмотрим на эти слабости которые она нам сейчас в этом интервью все-таки показала давайте смотрим перед тем как я собиралась на это интервью я паре знакомых людей об этом сказала под страхом смертной казни и мне два из трех сказали ну это же вообще не твоя героиня вот как тебе кажется что они имели ввиду у меня репутация не очень адекватно видите как она говорит она не стала возражать она не стала спорить она смирилась с этой ролью и в общем то это мне показалось очень трогательно здесь мы видим эмоцию стыда вины печали и она объясняет человека потому что происходило большое количество вещей которые я не комментировала потому что не хотела потому что где там боялась где-то просто ждала выжидала время и но при этом посмотрите она но все интервью в основном она держит вот так руки собраны рука на руке она как бы успокаивает себя таким образом вообще конечно ну при таком градусе искренности это нормально особенно для человека который никогда не показывает своих слабостей ну разберемся и складывается ощущение что я немножечко человек не в себе до после этого вот у меня как раз в тот момент где-то и началась видите она сказала это с презрением до человек немножко не в себе но знаете вот презрение это же эмоция сравнения и здесь еще есть нюансы дело в том что когда презрение мы видим с высоко поднятой головой то это говорит о том что сравнение идет в пользу того кто демонстрирует это презрение но когда у человека присутствуют эмоции стыда вины или он просто опускает челюсть то тогда это презрение относится к нему самому понимаете вот здесь вот очень такой маленький нюансе несмотря на то что презрение мы привыкли считать что это насмешка над теми кто не дотягивает до нашего уровня на самом деле тут есть вот эти вот нюансы тоже это имейте вот на будущее в виду такая моя долгая затяжная депрессия я там перестала выдавать контент видите вот она она осуждает себя и вообще как правило вот такие вот люди которые надо довольно опасно она она ну вот всегда вот насколько я помню мне как-то было даже страшно связываться с ней когда она там давала какие-то интервью но нет мне не страшно но просто вот она своим именем создала такую скандальную репутацию да и здесь конечно же вот когда я вижу человека который она она борется потому что она всегда находит в себе недостатки и таким образом она отстаивает свое место под солнцем она как бы доказывает что я да я заслуживаю да я обратите на меня внимание я же хорошая вот вот это вот прям все интервью вы знаете настолько вот меня я не знаю я просто влюбилась в нее после этого интервью я не знаю в чем фишка получилось да в чем эта химия произошла либо в том что надежда стрелец так ее раскрыла либо в том что сама анастасия была готова раскрываться но вот получилось понимаете вот вот этот кайф получился не мне просто ну несказанное удовольствие доставило то что я рассмотрела это интервью и даже вот видя это презрение я понимала что это презрение никому из окружающих это презрение которое направлено внутрь себя но как правило вот эти вот эмоции до негативные в отношении себя они как раз и больше всего разрушают это человек который перфекционист в отношении себя в первую очередь и конечно же вот это презрение мы часто это это нас с вами может отталкивать да а на самом деле человек сам в себе копается находит эти недостатки и борется с ними а мы просто попадаем под горячую руку вот в чем секрет и и скандальности который кометом это из космоса приходила я там садилась быстренько что-то снимала это все всегда становилось вирусом тоже не получилось ты такая женщина воин если расстаешься то расстаешься я просто не понимаю зачем для чего это что чтобы не знаю какой-то легкий секс был всегда у тебя под рукой или что любви в детстве ты не видела ну вот видите застыла вот здесь особо просто трогательно и при этом застыла в предыдущем положении до челюсть вверх и вообще ее привычное положение вот человек воин правильно надежда ее охарактеризовала у людей вот такого воинствующего склада характера при любых обстоятельствах они будут держать голову высоко да и если она опускает голову то только в тех случаях когда она начинает копаться в себе понимаете когда у нее есть время для того чтобы покопаться в себе вот это вот очень интересный феномен да а всегда вот как только если она знает что за ней наблюдают если она знает что она там под пристальным вниманием да она будет держать голову высоко какие бы кошки у нее на душе не скребли и кстати сейчас но такая тенденция можно сказать у многих женщин вот я просто замечаю что это знаете такой бич нашего времени что женщины стали именно такими или становятся вот кто чувствует в себе вот это вот кто у кого откликается вот это поставьте плюсик в чатике или в комментарии я к сожалению прочитать не смогу но мне интересно ну вот насколько это созвучно с моей аудиторией да значит печаль но немножко знаете наиграно но она тут немного даже подыгрывает с одной стороны да но смотрите тут в чем фишка просто она продолжает держать челюсть до продолжает играть роль сильной женщины и вот эта печаль она немножко не с не сочетается да ну по сути она согласилась чтобы не продолжать копаться вот в этой глубине да и при этом подбородочек поджала но не нравится не нравится и эта тема и вот как как смогла она не смогла себя подстроить так чтобы вот эти эмоции выглядели органично да и вот они одна эмоция в одну сторону другая в другую в общем мы увидели что человек растерялся по большому счету растерялся потому что челюсть вверх а при этом печаль ну как бы не не сочетается вот сейчас в замедленной съемке я зря тогда остановила да видите вот подбородочек поджала и то есть давай продолжим давай не будем дальше в этом копаться ну по большому счету ей больно в этом копаться поэтому она хочет избежать этой темы и отсюда вот такой раздрай эмоций эмоции не соответствуют одна другой а дальше следующий фрагмент давайте включаю по поводу давайте включаем тут недавно выяснилось удивление что до радость челюсть вверх волосы поправила но перед нами истероид это понятно да на не было бы не знали бы мы настасью самбурскую если бы она не была истероидом потому что вот все люди шоу-бизнеса в основной массе истероидного психотипа ну может быть там какие-то еще психотипы намешаны но обязательно есть истероид это в крайнем случае если уж совсем человек что-то такое сделал сверхъестественное да вот допустим ну даже вот написал песню просто от души но он не истероида но вот так получилось что приходится быть истероидом но в данном случае конечно же человек чистейший истероид но там еще дополнительно есть психотипы но тем не менее вот вот это поправление волос это вот вот это красование это вот прямо стероидное проявление это очень активно сейчас занимаешься спортом прям вот каждый божий день но не каждый божий день я пыталась каждый божий день но мне не хватает сил к я занимаюсь через день стараюсь какая-то супер диета видите по этому поводу она тоже испытывает чувство вины то есть вы понимаете человек настолько строго к себе относится вот для нее самый главный судья это она сама это человек который сделал себя сам вот как бы вы не относились к настасе самбурской вот за это ее стоит уважать и ну мы видим до что сейчас даже невзирая на то что она довольно скандальный персонаж все-таки вот что касается ее самой дисциплины она очень четко себя контролирует и ей стыдно за то что не каждый день вы представляете вот с таким загруженным графиком да вот я еще надо каждый день заниматься спортом ну боже мой это мне глютена ничего сосиска в тесте да и как и и опять и опять презрение а вот она презрение с челюстью вниз вот это то презрение которое прям четко против меня самой то вот вот какая же я плохая то есть вот это вот как раз вот отслеживайте с какой челюстью на вас посмотрели с презрением понимаете тут очень важный момент вот если челюсть вниз или там к вот эмоции про которые я говорила да то тогда эмоция презрение идет в отношении самого того человека который демонстрирует презрение и вот она вот она презрение значит стыд от сейчас отшатнется еще испугает а вот все запивала ну пусть видите вот вот я замедлила даже все это ну то есть вот вот она вот она получается что да и ей так неловко но так хотелось кушать и сейчас она будет периодически позволит но будет будет продолжать себя винить обязательно большую часть времени у меня чистое питание я отказалась от сахара взяла аскезу да ну в общем то что могу сказать ну в общем то вот такая вот она да она она вот такая в первую очередь строгая к себе а потом уже да получается что когда она так вообще как правило люди строгие к себе они и проявляют себя довольно ну как негативно может быть и как к окружающим потому что для них это нормально держать себя в строгом теле не позволять себе какие-то вольности да вот братья с кезы на себя и самое интересное вот у меня часто кстати спрашивают по поводу тонких губ да вот говорят вот то человек с тонкими губами он же злой правда а я говорю нет неправда он не злой он склонен к самоконтролю просто и поэтому он часто проявляет себя именно вот с такой позиции да он строг в первую очередь к себе но когда он видит что какую-то расхлябанность со стороны окружающих до его это раздражает поэтому он и покажет может быть себя как злого человека но это просто потому что он строг к себе в первую очередь поэтому все люди с тонкими губами выдохнули девочки девочкам я сама как человек который немножко себе губки сделала уже помалкиваю по поводу губок мне лично нравится невзирая на то что может быть я раньше была противницей но я считаю что уже в моем возрасте можно да а значит теперь я немножечко коснусь здесь формулы души ну буквально немножечко потому что то вот просто из песни слов не выбросишь и здесь в этом в комплексе с жестами очень интересно отследить такую тенденцию которую я у нее увидела в формуле души давайте посмотрим анализируя твой выбор в плане мужчин отмечаю что у тебя они все молодые довольно симпатичные редко успешные видите как насторожилась отвела челюсть в сторону выставила лоб понимает что тема довольно скользкая почему она так насторожилась да потому что она понимает что вот эта тема она довольно болезненно я она 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 действительно вот ей видимо прилетала уже за это давайте слушать вот видите как она видите вот это вот нас насторожилась до взгляд вниз и тип ощущи посмотрела вниз вспомнила да то есть это не фантазии это не представление она реально вот это вот прожила и это она сейчас нам дает информацию о которых ты знаешь у меня последняя фотография была это с мужем до в 30 лет следующая фотография меня с мужчиной было в 35 не знать что у меня пять лет никого не было в этот период я просто это все тщательно скрывал потому что до после мне и и вот мы видим как она взгляд вниз вина рук рука держит руку причем обратите внимание перед этим рука просто лежала на руке да а здесь прям перехватила тело постепенно отклоняется немножко но вот наблюдайте потихонечку потихонечку отклоняется и действительно она понимает как она понимает что эта тема довольно болезненная и эта тема которую она сама может быть боится к ней притрагивая но как мы мы к своим болям вот представьте если у нас на теле есть рана мы не мы стараемся ее не касаться да вот так же и психологические проблемы вот это она понимает что здесь есть проблема но сейчас как бы вот ей желательно об этом говорить очень аккуратно и подальше 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 увести от этой темы сказать вот происходит более взрослые успешные тоже были да но тем не менее это не было видите такая пауза уклончивая да но все-таки нет чем да а все-таки история про равного тебе по масштабу по известности по заработкам мужчины ну вот я мы узнали о таком я не раз таким был я не очень хочу у мужчину связанного с творчеством если только он не продюсер две звезды в доме перебор да ну конечно же все понятно я тут ни в коем случае и не критикую в общем-то это понятно что это больно это неприятно признавать то что но как бы вот в этой сфере немножечко не то как может быть принято не не то как может быть хотелось бы да поэтому ну вот не хочется этого касаться но формуле души давайте посмотрим вот этот момент почему у нее складывается именно так а вот пожалуйста ее орбита марса и на орбите марса единственная планета это луна а как мы знаем луна если находится на орбите марса у женщины то женщина ищет себе мужчину такого мягкого податливого часто маменькиного сыночка часто он может быть младше и и потому что вот такие мягкие податливые они как раз и есть вот еще не оперившиеся да еще безхарактерные в какой-то степени мальчики которых вот и хочется пожалеть хочется его как-то обласкать кроме того на эту луну смотрит черная луна лилит и это говорит что через этих мужчин ее учат через этих мужчин ей приходится нарабатывать какой-то жизненный опыт через этих мужчин приходит соблазн в ее жизнь и здесь я конечно же а вот ее мужчину дам мужа да они были женаты в течение месяца потом развелись но они перед этим встречались довольно долго а кирилл не помню сейчас дышкевич да я у него фамилия он из белоруссии фамилия довольно сложная так сейчас децевич деце децевич простите пожалуйста я забыла его фамилию хотя знаете вот честно говоря я узнала о том что они женаты когда смотрела один художественный фильм кажется на краю называется и он там играл самого главного мир за но одного из главных мерзавцев он так блестяще это сыграл я увидела это лицо это просто знаете вот действительно очень красивый молодой человек да она красавица писаная они просто прекраснейшая пара да вот по всем показателям ну внешне до внешне я просто узнаете увидела это лицо и я когда узнала я прям даже зашла в интернет стала о нем интересоваться и там было написано на тот момент что они женаты ну или к отношения с сомбурской я поняла боже какая красивая пара но смотрите вот ей нужен мужчина который так сейчас я себя немножко подвину потому что я много закрываю ей нужен мужчина который будет до скорее всего младший или меньше достигший которому она сможет дать вот эту материнскую все-таки любовь понимаете вот эта материнская любовь про материнство мы еще с вами поговорим да так вот а он молод он пока не оперился на тот момент когда они встретились у него не было еще столько ролей и конечно же вот в этом плане он ей подходил но давайте посмотрим на его формулу души отвечал ли он этим параметрам да нет не отвечал потому что у него нет луны в центре и луна у него находится на орбите меркурия то есть он себя показывает ну это может быть неосознанно но он себя может показать да он он действительно проецирует себя как человек вот как раз нацеленный на луну который такой мягкий под подать ли вы и так далее но на самом деле посмотрите у него плутон в центре у нее тоже плутон не не маленький да то есть это два таких бойца но она правда с ретроградным уклоном но тем не менее понимаете это два таких монстра которые кроме того у него это ее формула в центре этот сатурн у него тоже сатурн то есть они хотят контролировать оба и на этом они не сошлись вы понимаете вот она формула души и получается что у них ну можно сказать вот все таки с шансами было довольно сложно извините часто то мне так сейчас себя подвинуть пытаюсь да поэтому и конечно же как только он стал вставать на ноги он стал включать свои центральные планеты и тем самым он перестал соответствовать ее ожиданием мужчины да он да и он в общем то какая ему женщина нужно ну ладно здесь уже не будем об этом говорить да но она да она ему соответствовала пока по юпитеру да получается так марсу не вот юпитер у нее в центре а марс у нее на орбите венеры да она как бы могла подыгрывать эту роль до подыгрывать но об этом мы поговорим на нумералой вот в конце я нумерологию вам покажу в чем бы можно было им сойтись вот если бы ну если бы была такая цель но сложность в в том что оба два человека они нацелены как раз не на создание семьи а на собственный успех в первую очередь да они оба достигаторы и поэтому ну к сожалению вот так вот у них не сложилось хотя пара просто великолепнейшая какие бы красивые у них были дети я просто заранее не этой это я так уже мечтаю сама по-женски это это уже мои мечты да а значит идем дальше а следующий фрагмент вот что касается все таки детей чем меня про детей давайте посмотрим готова ли настасья действительно стать матерью как она сказала в этом интервью ведь часто мы выдаем желаемое за действительное давайте посмотрим проанализируем ее сигналы тела я уже задумалась о семье я очень хочу хочу мужа хочу ребенка хочу какой-то там совместный быт то есть я к этому уже готова вот видите хочу 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 а сама пинает это ногой а совсем я и здесь не верю да может быть есть у нее какие-то такие мысли но когда-нибудь знаете как хочу это значит что-то для этого тела а смотрите что она для этого делать пускала усыновление ребенка да допускала не был когда мы с вашей встречались который светлячим работа иванов иванов да мы об этом разговаривали вроде были такие мысли я не видите и при этом натягивает платье мы помним что натягивание платья это защита защита тревога с тревогой говорит ну как бы мы собирались но хорошо что мы расстались говорит ее тело я бы наверное это не не смогла вынести знаю решу слия на это то есть тогда когда это говорила я была в полной уверенности что я так сделаю а сейчас я понимаю что если у меня там будет кстати возможно сейчас она она же сейчас это говорит да вот сейчас она бы этого точно не сделала Вот ее тело говорит о том, что она точно к этому не готова. И дальше смотрите, вот что касается готовности материнства, вот уже самая главная манипуляция, не манипуляция, а просто уловка, уловка всех, кто на самом деле просто не хочет чего-то, вот она, пожалуйста, сейчас нам всем покажет. Время, если у меня будут определенные жилищные условия, если у меня будут постоянные финансы, а не так, чтобы вот просто от рекламы до рекламы, от съемки до съемки я буду жить. Ну, это понятно, я ее ни в коем случае не осуждаю за то, что она не хочет иметь детей, но на лицо нам все-таки важно выяснить, да, вот правду, правду ли говорит человек. На лицо уловка такая, что человек находит кучу разных оправданий для того, чтобы что-то не делать. Знаете, вот есть пословица, если человек хочет, он найдет возможность, если не хочет, но идет причину для отказа. Вот в данном случае мы увидели, что Анастасия ищет и находит причины для отказа. Но мы же отлично понимаем, что Анастасия совсем не бедная девочка, которая прямо останется на улице. Да ничего подобного, она в самом же интервью говорила о том, что она и помогает кому-то, и она бы нашла возможности. Кроме того, знаете, пословицу, дал бог дитя, даст и на дитя. Но всегда, когда человек на самом деле не хочет, это не обязательно касается детей, это касается всего абсолютно. Он будет искать все слова на нет, да. Если он хочет, то он будет мыслить, что мне для этого нужно сделать. Поэтому вот по тому, как человек строит фразы, мы можем понять эту самую манипуляцию. А это чистейшая манипуляция. А следующий фрагмент, давайте включать, по поводу, ну вообще вот раз мы коснулись, да, пинков, да, она очень часто, ну вообще, конечно, вот она в таком образе выглядит безукоризненно. Я просто любовалась этой, ну вот как она себя подает. Вообще просто блестящий, молодец. Но вот маленький нюансик. Она на самых таких моментиках, на которые нам стоит обратить внимание, она пинала ножкой. Причем с интенсивностью определенной. Чем больше неприятно, тем больше пинаем ножкой. Давайте смотреть дальше. По поводу отца. Сказать маму, папу. Был этот разговор с отцом, это тоже сложная такая ситуация была. Вот видите, пинок ногой. И еще обратите внимание, какие пальцы у нее, значит, ну пинок сильный, да, ногой, значит, пальцы. Какие пальцы она собрала в кучу и какие выставила. Выставляет она, демонстрирует, да, руководство и общение. Это инструменты, инструменты для решения каких-то вопросов, да, получается, руководство и общение. А спрятаны оказались пальцы, значит, зажаты, да, зажаты. Дисциплина, вот, и слава. Вот эти два пальчика, вот эти два пальчика она спрятала. О чем это говорит? Получается, что ей пришлось с помощью дисциплины и руководства решать проблемы, а это касалось, это очень сильно зажимало. Вопрос дисциплину, то есть все вышло из-под контроля. И вопросы славы, да, то есть это било по ее репутации, понимаете, вот как. Вот казалось бы, человек не знает ничего про физиогномику, но он все равно, его пальцы все знают, да, и пальцы нам демонстрируют. Удар как раз вот по этим вещам, и эти вещи она прижала, она их спрятала, да. То есть вот эти пальцы, ну, можно сказать, ментально болят, да, болит вот эта тема. Да, идем дальше, смотрим. Вот ножкой пинает, пинает прям, видите, как сильно пинает. То есть вот это вот очень неприятная история. Тори детективный, Иван, сейчас расскажу. И вот с поднятой челюстью она демонстрирует презрение. Вот это презрение летит к его, к ее отцу, естественно. У меня помощница была, она работала на Первом канале. Да, ну эту историю вы можете посмотреть. Если еще не смотрели это интервью, обязательно посмотрите. Там много очень интересных вещей, она рассказала. Кроме того, вы увидите наверняка какие-то вещи, которые я не успела, может быть, разобрать на этом разборе, да. А вы наверняка это увидите и мне напишите в комментариях. Потом вернитесь и напишите, какие вопросы я еще не разобрала. Но давайте идти дальше. То есть поняли, да, вот по пальчикам даже можно определить, что задето у человека в момент, ну, когда он рассказывает о чем-то. Понимаете, это просто блестяще. Знать физиогномику, это шикарно. Да, значит, идем дальше, вот продолжаем по невербалике. Я буду продумывать каждый момент. Никаких компромиссных вариантов. То есть я же знаю прекрасно, каким он должен быть. И он будет только такой. И если хоть какое-то отхождение от моего списка, я даже туда не буду пытаться вступать и что-то пытаться менять. Да, челюсть вниз, отсаживается глубже и пинает ногой. То есть все-таки, я не знаю, это претендент на ее руку и сердце должен будет пройти через игольную. Немножко криво модель транслировала миру, и они появлялись, такие мужчины, но только со своими нюансами. Знаешь, мне еще вот очень не нравится, существуют мужчины, и опять же, это в моих отношениях тоже было, когда... Видите, опять отклоняется, опять пинает ногой. Да. Вот так вот. И притопывает. Мужчина не решает мои проблемы. Да. Вот такая вот история. Дальше, следующий фрагмент включаю. Ну, наверное, для кого-то, для себя я понятная абсолютно. Для кого-то, может быть, да, может быть, непростая. Не может быть, а непростая. Видите, и расширяется на стуле вот таким образом. Скрывается как раз вот уязвимость, низкая см... Тоже, кстати, интересный жест. Часто люди вот так расширяются, да, а часто они и вот так расширяются. Понимаете, это тоже расширение. То есть, вот я такая, любите меня, такой, пожалуйста. Это, вот, кстати, очень тоже хорошо коррелируется, связано и с ее самооценкой. Я, я как бы, вот такая, да, вот принимайте меня такой, вот принимайте. То есть, человек с нормальной самооценкой, он бы на этом не акцентировал внимание. Но она, в общем-то, и не акцентирует на этом внимание. Но ее тело говорит, вот, пожалуйста, обратите на меня внимание, пожалуйста, примите меня такой, да, вот, пожалуйста. Низкая самооценка, да. Опять же, из-за вот этих отношений, в которые я вступила. Но то, что она приняла этот факт, говорит, вот это вот жестикуляция. Жестикуляция. То есть, она не боится жестикулировать открытой ладонью. Понимаете, если бы она боялась этого, ну, боялась это признать, она бы сейчас так закрылась, как-то еще что-то, или там, ну, как-то зажато говорила, без жестов. А здесь она открытые жесты нам показывает. То есть, вот с этим вопросом она смирилась, она приняла себя вот в этой, вот как минимум, знаете, какая проблема уже начала решаться. Человек принял эту проблему, он понял эту проблему, и он уже дальше будет над ней работать. Ну, я думаю, она над этим работает, и, в общем-то, хотелось бы, чтобы пошла к психологу, но уже вот такие люди часто, они сами находят решение, вот с помощью каких-то разных способов, да, и вот то, что она увлекается там, я не знаю, она там проговаривала ее увлечение, это способ познать себя. Вот я ее отлично понимаю, потому что каждый человек находит свой удобный путь для саморазвития. И даже если он не совсем научный, то он все равно ведет к тому, что человек себя познает и через себя познает мир. Это очень классно, что она развивается в любом направлении. Это очень хорошо. Уступаю потом, в которых мне приходится терпеть, это исключительно потому, что я человек с низкой самооценкой, потому что мне вот в детстве вот... Видите, вот она говорит об этом, при этом челюсть у нее низкая, когда она признает, что это не очень хорошо, она признает, что это как бы... Это ее проблема, да. Но при этом она готова эту проблему решать. Она готова о ней говорить. Вот то, что она проговаривает, она уже решает эту проблему. Ну, то есть, это искренность, вот то, что меня и подкупило. Вот знаете, я редко кого хвалю вообще, вы знаете, отлично. Тут многим доставалось на моем канале, но вот в данном случае, вот я не знаю, вот покорила она меня. Можете меня сейчас ругать за то, что я так, в общем-то, комплиментарно ее разбираю, но она мне ничего не приплачивала. Она ничего мне не сделала, но мне просто, знаете, вот подкупила вот это, ну вот настоящее, вот то, что в ней есть настоящее. Вот такая вот девчонка, очень прямая, часто, ну, девчонка, извините, что я так назвала, но как бы вот прям классно. Вот так вот меня воспитали, что это теперь со мной на всю жизнь. Видите, плечом вверх и оттолкнула локоть. При том, что я в себе в какие-то моменты так уверена, что просто не подкопаться. Каждый раз, как лоб выставила, это вот так уверена, что вы не пробьете эту бронь. Вы знаете, что лоб мы выставляем, когда готовы отстаивать свою позицию, саботировать, стоять на своем, да, то есть упрямство. Вот она упрямо выставила лоб, то есть я вот с этой точки зрения не сойду. Вот в какие-то моменты я просто настолько железобетонно в себе уверена. Каждый раз, говорю, синдром самозванца, наверное, называется. Все время кажется, что я реально недостойна вот этого внимания. Вот смотри, ты сейчас растешь, развиваешься и меняешься. Да. Видите? А вот здесь, конечно же, она опять, как человек, склонный к самокопанию, она не то, что понимает, она бессознательно все равно находит в себе недостатки. вот ведущая ее хвалит, говорит, ты развиваешься. Но, Анастасия, у ее тела, у ее бессознательного другое мнение. Нет, дорогуша, ты сегодня не сделала 100 приседаний, ты всего лишь там 99 их сделала, так что ты плохая, ты должна еще много работать. Да, вот, это вот самый-самый строгий судья для нее, это она сама. И вы видите, как она обхватила колени руками в замок, да, то есть руки в замок сложила и обхватила колени. Колени это у нас гордыня, да, насколько мы помним, то есть она, получается, что гордыня, не гордись, да, не гордись ты, ты еще тебе работать и работать, да, отклонилась, пнула ногой, вывернула туфли вперед, сейчас мы это все увидим, вот, видите, как выворачивает туфли, то есть вот, когда ее хвалят, она не может комплименты воспринимать всерьез, ей кажется, что она все равно плохая, она, ну вот, вот получается, вот этот внутренний цензор не дает ей принимать комплименты от всей души, то есть, вы понимаете, вот насколько человек закопался в самокопании, да, и она вообще себе вздохнуть не дает, ну, это просто блестяще. Дальше. Папа вас всех троих гонял, то есть тебя брали для меня в основном. Это была операция укрощения строптивы. Но у маме что же доставалось? Ну, какие-то были моменты, да. Но в основном тебе, а мама... Видите, вина, стыд, и рукав закатывает, готовность действовать, и кисть руки раскрыта. О чем все это говорит? Вот, все-таки, сейчас, вот, даже если не смотреть, что она дальше скажет, я понимаю, что у нее есть нерешенный вопрос, у нее есть вопрос, который ей бы хотелось решить с матерью, скорее всего, с матерью, потому что, вот здесь она ее обвиняет, обвиняет, и вот здесь, вот, вот это закатывание рук, если бы она хотела просто уйти из этого, она бы рукава, наоборот, натягивала, а она их освобождает и пытается, вот, когда мы, ну, вот, закатываем рукава, это знак того, что мы хотим решать этот вопрос, мы готовы действовать, да, а действовать она сейчас не может, но она сейчас скажет, почему, да, и вот получается, что вот этот вопрос, к сожалению, у нее остался нерешенным, да, и она хочет его решить. Смотрела молча и не предпринимала никаких попыток его? Ну, какие-то были моменты, да. Ну, в основном, а мама смотрела молча и не предпринимала никаких попыток его? как бы главная попытка, которую можно было предпринять, это развод, и он состоялся. Ну, гораздо больше. Видите, она пытается оправдать мать, но все равно бессознательно ей хочется как-то это решить, ей хочется, ну, вот, знаете, как после драки кулаками не машут, но руки сами тянутся, понимаете, вот здесь та же ситуация. Уже все, уже, как бы, безвозвратно покинула. Локтем оттолкнула. То есть, это тема больная. За это, да, я сильно в обиде на нее. Но сейчас я, я с ней общаюсь, ну, как общаюсь, насколько могу. Видите, ногой пинает, да, общается постольку-поскольку. Вопрос не решен. Насколько могу, она сейчас уже болеет, достаточно уже взрослая женщина, поэтому я ей, да, как-то помогаю. Денежки, финансово помогаю. И ты ей дом купила? Дом я уже давно купила. Ну, вот, вина, печаль. То есть, этот вопрос, она, я так понимаю, что решить так и не сможет, и вот это ее очень тяготит, она сейчас не может матери, мать болеет, да, с матерью это решить. Да, вот такая вот боль у нее, конечно, что касается семьи, там тоже очень много, много в интервью таких очень, ну, прям моментов, что цепляют, да, что о них можно говорить еще долго, но я хотела бы еще буквально пару слов вам показать по нумерологии, очень интересные такие моменты, которые, ну, кто у меня уже учится на нумерологии, вот под видео вы найдете ссылочки на обучение и нумерологии, и формуле души, и физиогномики, вот, там мини-курс есть по физиогномике, эмоции называется, все это по 990 рублей, значит, смотрите, если, ну, вот по Настасии, да, у нее же имя изначально Анастасия Алексеевна Терехова, да, и мы видим, что вообще, в принципе, вот, что меня покорило, и что, ну, почему я вижу, что человек сама себе, ну, можно сказать, вот у нее мудрая душа, да, это жизненный путь, мастер число, вы знаете, что мастер числа, сейчас, секундочку, я тут немножечко, не видно, да, да, мастер числа, это знак того, что человек уже, как бы, наполнен какой-то такой вот мудростью, да, из прошлых жизней, или откуда, и он уже идет по этой жизни, а жизненный путь, это дорога, по которой человек идет, ну, можно сказать, что уже подготовленным, да, подготовленным, его руки умеют что-то делать, уже вот видит он какое-то препятствие, он знает, как с ним справляться, вот грубо говоря, да, это уже человек более высокого уровня развития, вот поэтому получается, что ей, да, у нее нет никаких кармических проблем, да, но у нее, вот это вот мастер число, оно обязывает всегда быть, что называется, в тонусе, всегда она видит чуть больше, да, и, соответственно, вот с этой правдой приходится жить, вы же понимаете, что, ну, вот даже сейчас ситуация, когда идет, это наша так называемая операция, да, сейчас кто-то предпочитает этого не замечать, и умалчивать, да, и вот это его спасение, а когда ты видишь, и ты понимаешь, что, ну, редко кто не впадает в какие-то негативные эмоции, тем самым мы сами себя разрушаем, вот этими негативными эмоциями, да, тем, что мы видим, осознаем и негативим, вот здесь та же история, получается, мастер число, это, конечно же, благо, но это и всегда нужно быть в тонусе, нельзя вот с этим вот у вас в руках волшебная палочка, да, и вот начать вот этой волшебной палочкой, удовлетворять свои какие-то мелкие хотелки, вот это вот тоже большая ответственность, когда человеку дается мастер число, особенно в жизненном пути, от него никуда не денешься, от него не откажешься, как в других показателях, да, и вот это вот и дает ей, и возможность, вот помните, как она сказала, вот я записала видео, оно тут же стало вирусным, вот это вот частая ситуация у людей с мастер числами, они как бы просто берут, выкладывают что-то, и у них все срастается, все получается, потому что душа мудрая, потому что душа считала, что надо выложить, да, и вот выкладывает то, что надо, но смотрите, что я хотела показать, во-первых, когда она поменяла свою, вот, что она поменяла, она, ну, она полностью все поменяла, видите, она стала Настасья Аниславовна Самбурская, прям все сменила, да, и что мы здесь видим, вот с этими характеристиками, вряд ли бы она стала актрисой, ну, по крайней мере, натягивала бы как-то вот, вот сложно бы ей было, а здесь, смотрите, сразу появилась личность троечка, и душевное побуждение троечка, то есть появилась вот эта актрисуля, да, вечный ребенок, а вечные дети, они как раз и есть, вот, хорошие актеры, получается ее маска, да, и ее стремление в жизни, троечка, а шестерочка в экспрессии, манипулятивные способности, так и остались, да, это очень хорошо, день рождения тоже так и осталось, единичка, вот этот воин, да, что меня пока, ну, прям поразило, да, то, что у нее много единиц, но она прям воин-воин, в кубе, в квадрате, в абсолюте, и мы это с вами хорошо знаем, что она умеет отстаивать свою точку зрения, умеет отстаивать, что-то сказать, да, и кулаком по столу, но самое интересное, что мне хотелось вот разобраться в их отношениях с Кириллом, с этим Децевичем, и знаете, когда я его поставила, его характеристики, я поняла, что это тот человек, который ей был дан для того, чтобы она, ну, можно сказать, лишний раз, еще раз, как бы прошла вот этот свой путь, мастер, ну, как, не то, что проверила свою силу мастер числа, да, мастер числа, это же не только вот волшебная палочка у тебя в руках, иногда и испытания даются чуть выше, да, вот если ты уже по уровню развития выше, то и экзамены ты сдаешь чуть более развернуто, да, с вопросами не по первому классу, а уже по каким-то более высоким уровням, и здесь мы видим, что вот Кирилл, это тот человек, который всегда будет несчастен в любви, вот всегда он будет встречать не тех женщин, вот получается, они встретились, да, и что произошло, она, у нее бессознательное стремление, вот луна на орбите Марса, да, то есть ей нужен мальчик, который будет такой белый пушистый, да, он как бы ей показал эту сторону, но на самом деле он не такой, да, и когда они уже сошлись, когда уже привязались как-то, пришлось расставаться, потому что, ну, все оказались обманутыми отчасти, да, и ей то, что он оказался не таким мягким, да, как ей хотелось бы, а ему получается, что он все-таки, вот его жизненная задача идти и всегда находить не тех, влюбляться не в тех, и вот через разбитое сердце всегда, ну, выходить на какие-то новые уровни, вот ему сейчас нужно вынести из этого, ну, определенный, уже определенный опыт, для того, чтобы из этого круга выйти, ему нужно просто принять вот то, что люди несовершенны, то, что они могут не соответствовать их ожиданиям, ну, или он влюбится, ну, найдет кого-то, кто будет вот вибрировать вот с таким мастер, с таким кармическим числом 16, тоже какую-то, который будет не вести в любви, и вот они будут мучиться вместе, вот тем, что им не везет в любви, то есть мучить друг друга, тем самым будут расти, вот такая вот коллизия интересная, получается, что он, ну, скажем, ну, вот ему нужно было, нужно было встретить такую женщину, с которой у него не получится, и дальше его отношения, к сожалению, будут такими же, вот пока он не примет то, что, допустим, вот она рассказывает, да, что он, там слишком большие у него были требования, ты будь такой-такой, а я приехал, значит, ты все бросай, едь ко мне, вот у него всегда будет так, понимаете, вот у него всегда, любая женщина будет, либо слишком как-то самостоятельно, либо слишком зависимо, что тоже будет не так, вот цифра 16, это кого знаю не хочу, кого хочу не знаю, вот, вот так вот у него в жизни, да, но что касается ее, то, ну, когда мы вступаем в контакт, то мы как бы берем вибрации своего мужчины, и что, вот, когда они сходятся, то, так вот, еще обратите внимание, когда она самбурская или терехова, то есть, когда она отдельная единица, у нее пятерка, душевное побуждение, и тройка, да, что мы видим у него, у него есть экспрессия пятерка, то есть, она как самостоятельная единица, в него со стороны влюбилась, да, она, он ей понравился, кроме того, у него день рождения тройка, то есть, она в него влюбилась, и как Настасья Самбурская, да, то есть, она к нему привязалась, вот, по двум параметрам, он же просто, получается, вот эта семерка кармическая 16, он в нее, ну, как, влюбился, не влюбился, но, скажем, вот этот образ, такой роковой образ, который она создала, и вообще, в принципе, не подходящий для него женщины, вот, его по-любому привлекает, вот он, как я уже сказала, и дальше будет таких же находить себе, а, теперь смотрите, когда они сходятся, я поставила ей фамилию Децевич, и на Анастасию Аниславовну, и Анастасия Алексеевна, и получается, что вот, Анастасия, это же Маска, да, такой сценический псевдоним, а вот это ее настоящее, да, и получается, что когда она настоящая с ним, она его любит, да, вот, вот здесь вот получается, троечка, да, то есть, по-настоящему, вот, есть вот эта связь с ее стороны, когда она надевает маску, и даже вот, находясь с ним в отношениях, ей хочется более самостоятельного мужчину, ей хочется, ну, какие-то проявления, вот, не вот этого вот, капризы, да, а вот именно по-настоящему, чтобы мужчина был поддержкой, стержнем, да, а этого у него нет, к сожалению, да, он другой, у него троечка, пятерочка, ну, то есть, вот другие цифры у него, другие вибрации, поэтому, когда вот они сходятся, вот эта связь пропадает, можно сказать, ну, и, что касается с его стороны, все-таки, тоже связь, вот тут вот, тоже такой маленький момент, я не знаю, говорила ли я это на обучении, но вот кто учится, и кто будет учиться, имейте в виду, что когда у человека есть мастер число, то он может вибрировать, любым, ну, вот любым из цифр, там, от 1 до 9, вот он получается, что, ну, вот человек с мастер числом, он может подстраиваться под партнера, и вот это мы как раз и наблюдали, можно сказать, что вот эта пара, она и совпала, потому что, видимо, он ей понравился, и она стала, вот, ну, то есть, ты хочешь вот такую, пожалуйста, я буду такой, вот какое-то время она поиграла эту роль, а потом ей просто надоело, и смотрите, когда она с ним в отношениях, ей приходится больше работать, вот получается, вот по своему псевдониму, да, вот как-то ей больше приходится на себя взваливать, больше тащить на себе, то есть, вот это, ну, появляется у нее кармическая проблема, задача, да, именно поэтому ей просто надоело, да, вот получается, что без вот этого всего, без этих отношений, у нее нет никаких кармических отработок, да, а здесь, когда она вступила в отношения, столько сложностей возникло, и здесь подстраивайся, и здесь работай, и здесь он вообще не соответствует ее ожиданиям, да, ну, а зачем, а зачем натягивать сову на глобус, вот поэтому они и расстались, вот так, так можно рассчитать, ой, боже мой, а я все перекрыла, сейчас секундочку, я себя отодвину, чтобы уже хоть в конце вы посмотрели полностью на все эти расклады, да, ну, вот так вот получается и по нумерологии, в общем, да, на этом я буду закругляться, спасибо вам за внимание, дорогие мои, напишите свое мнение по поводу разбора, и по поводу вообще этой пары, и вот по поводу Анастасии, тоже, что вы думаете, насколько вообще вам этот разбор понравился, сегодня я никого не ругала, как ни странно, я такая злобная шапокляк, но сегодня я надела маску доброй, и не знаю, как вам этот формат разбора, да, напишите мне ваше мнение, а я к нему обязательно прислушаюсь, да, я желаю вам хорошего дня, желаю вам успехов, желаю не впадать в негатив, старайтесь находить в себе позитив, радоваться каждому дню прожитому, радоваться близким, нести радость близким, родным, тем, кого вы знаете, сейчас довольно сложное время, но я знаю, что мы выдержим, мы это пройдем, и будет нам счастье, все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok